Здравствуйте! Величины двух углов равнобедренного треугольника равны 3х плюс 5 градусов и х плюс 16 градусов. Нужно найти все возможные значения х. Нарисуем равнобедренный треугольник . Вот равнобедренный треугольник, и его боковые стороны равны… Все-таки нарисую два треугольника, так как нам здесь нужно будет подумать обо всех различных возможностях. Итак, по свойству равнобедренных треугольников мы знаем, что их углы при основании равны, то есть этот угол равен этому углу. Этот угол равен этому. И какие же углы могли бы быть равны 3х плюс 5 и х плюс 16? Например, вот этот угол мог бы быть равен 3х плюс 5, а угол при вершине – х плюс 16. Другая возможность. Углы при основании могли бы принимать такие значения, причем эти углы все равно были бы равны. То есть этот угол мог бы быть равен 3х плюс 5, а этот мог бы быть равен х плюс 16. И последняя возможность. Тут нет еще одного треугольника, чтобы ее изобразить. Поменяем местами значения для этих углов. Для этого х плюс 16, а для этого 3х плюс 5. Давайте я нарисую еще один треугольник. Очевидно, что если во втором случае поменять местами значения углов, ничего не изменится, потому что углы равны друг другу. А если в первом случае вот этому углу присвоить значение 3х плюс 5, тогда ничего не изменится, ведь углы при основании равны. Итак, последний случай, когда этот угол равен х плюс 16, а этот – 3х плюс 5. Рассмотрим каждый из этих случаев. В первом случае, если этот угол при основании равен 3х плюс 5, то этот угол при основании тоже равен 3х плюс 5. И мы знаем, что сумма этих трех углов должна быть равна 180. Значит, 3х плюс 5 плюс 3х плюс 5 плюс х плюс 16 равно 180. 3х плюс 3х плюс х равно 7х, затем 5 плюс 5 равно 10, плюс 16, 10 плюс 16 равно 26. 7х плюс 26 равно 180. Так, 180 минус 26, то есть вычитаем 26 из обеих частей равенства, получится 180 минус 20 – это 160, и 160 минус 6 – это 154. Значит, 7х равно 154. Разделим обе части равенства на 7, посмотрим, что получится. 7 нужно взять 20 раз, чтобы получить 140, затем остается еще 14. Похоже, что 154 разделить на 7 будет равно 22. Правильно? 20 умножить на 7 – это 140, 140 плюс 14 равно 154. Значит, для первого случая х равен 22 градуса. Теперь подумаем над вторым случаем. Во втором случае оба этих значения будут равны друг другу, так как это величина углов при основании. т.е. 3х плюс 5 равно х плюс 16. Вычтем х из обеих частей равенства, получим 2х плюс 5 равно 16. Теперь вычтем 5 из обеих частей и получим 2х равно 11. Разделим обе части на 2, получим х равно 11 вторых. Итак, это для второго случая. 11 вторых градусов. Теперь перейдем к третьему. И здесь один угол при основании равен х плюс 16, тогда и второй при основании тоже будет равен х плюс 16, так как они оба равны. И теперь можем провести те же вычисления, что и в первом случае. Сумма всех этих углов равна 180. Значит, х плюс 16 плюс х плюс 16 плюс 3х плюс 5 равно 180 градусов. Давайте сложим сначала х. Х плюс х – это 2х. 2х плюс 3х – это 5х. Итак, 5х. Затем 16 плюс 16 – это 32. 32 плюс 5 – это 37. 5х плюс 37 равно 180. Вычислим 37 из обеих частей и получим… 5х равно 180 минус 30 – это 150, а 150 минус 7 – это 143. Тогда 5х равно 143. И тут деление без остатка не получится. Разделим обе части на 5, получим, что х равно 143 пятых градусов. Можно оставить это значение в виде неправильной дроби или записать в виде десятичной дроби, разделив 143 на 5. Как хотите. Наша задача решена. Вот это три возможные случая х с учетом информации, данной нам в условии задачи. До встречи на следующем уроке!